Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. Мы продолжаем наш драгоценный сафировый плейлист. И далее разбираем глаголы в опросительных предложениях. Да, спасибо огромное за ваши комментарии. И вот такой комментарий. Смотрите, в транскрипции в слове 4 нет «р», а учитель произносит его в конце. Подскажите, пожалуйста, как правильно. Да, также вам спасибо большое за ваши комментарии и ответы. Мы с вами, друзья мои, про это говорили. Кто смотрел последовательно, да? То есть, действительно, если британский вариант – это «for», американский «for», 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 то есть «р». Но, опять же, есть разные словари, в том числе и русско-английские, и англо-английские, где можно посмотреть транскрипцию, опять же, и британско-американскую, и прослушать. Поэтому это не проблема. Но, действительно, есть разница к этому. Привыкайте. Спасибо огромное за вопросы. Далее, друзья мои, пишите. За ваш труд степень доктора наук надо дать. Ваша методика гениальная тянет на докторскую. Друзья мои, я решил пойти по этому пути. Мне не хотелось погрязь в каких-то бумажках. Мне… Вот я раньше жил неправильно для себя. Но мне просто хотелось помочь как можно большему количеству людей. И, действительно, чтобы эти знания были доступны для всех. И поэтому я встал на этот путь. И нисколько не жалею. И я уверен, что это действительно то, что реально нужно. Друзья мои, я не хочу какими-то титулами, рангами. Мне это не нужно. Я хочу делать для Бога, для людей. И, действительно, вот как мы читаем, видите, «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». То есть, самое главное, действительно, я тоже просил у Бога, естественно, вот найти, помочь им найти свое место в этой жизни. Потому что, действительно, сложно было, были трудности. И были всякие ситуации, друзья мои, разные ситуации. И вот, действительно, хотелось прежде всего как раз вот с помощью Божией найти свой путь. И, да, слава Богу за все. И, действительно, конечно, помогает молитва. И в своих поучениях преподобный Серафим Саровский, также читая, цитируя, да, преподобного Исаака Сирина, и говорит, что как раз эта мысль, что без непрестанной молитвы ты не можешь приблизиться к Богу. То есть, молитва вначале, может быть, более редкая, потом более частая, непрестанная, она просвещает ум, она по-другому вообще, получается так, что человек живет по-другому. Это важный момент. И также, на самом деле, хочу сказать, что мне и память помогли развить псалмы. И, в частности, видите, совет преподобный Серафима Саровского. Это великий светильник, вселенский счетотворец, очень почитаемый многими, как раз всеми христианами. Вот, это «Всячески пролежит чтению о наипаще псалтире. Старайся каждую статью просчитывать многократно, дабы посодержать все в разуме». Это очень важно. То есть, действительно, у меня были трудные, неразрешимые ситуации. И вот именно внимательное чтение вот этой книги по совету такого великого светильника действительно сотворило чудеса. Это очень важно. И как раз обдумывание, и тренировка также памяти очень хорошая. Также пришли дополнительные вопросы. Видите, «Здравствуйте, так дорого это so expensive или expensively?» У вас в видео два варианта. Друзья мои, да, мы с вами про это говорили и подробно объяснили разницу. И вот, в частности, был такой ответ. It's expensive – это прилагательное, expensive – это наречие. Можно употреблять и так, и так. Но чаще используется первый вариант. Минуточку, друзья мои, давайте здесь некоторые коррективы внесем. Да, но смотрите, действительно, expensive – это прилагательное. И мы говорили, что вообще дословно дорого – это expensively. К примеру, они продают это так дорого. Они продают это… They sell it так дорого – so expensively. They sell it so expensively. Видите? They sell it so expensively. Это дорого. Но также, видите, есть глаголы, мы говорили, которые дают ограничения. Еще раз мы с вами подробно это разбирали. Помните, что это за глаголы? Помните, это форма глагола be. И далее, look – посмотреть, казаться, sim, чувствовать, feel. Они дают ограничения. Поэтому вот в этом предложении, смотрите, вот в этом предложении, это форма глагола to be. Как раз у нас с вами будет, смотрите, сейчас вот скоро большая контрольная по вопросительным предложениям, а потом запланировано, что мы перейдем к форме to be. Это очень важная, нужная тема. И вот это дорого – действительно так и есть. Друзья, вы молодцы. Вы суперусердны. Вы действительно огромнейшие трудолюбцы. И это будет it's expensive. И это дорого. Мы будем разбирать, почему именно так, почему именно it's в скором времени. It's expensive. И по-русски мы говорим, это дорого. Но грамматически только вот этот вариант правильный. Только вот этот. Вот здесь наречие поставить никак нельзя. Почему? Потому что эти глаголы дают ограничения. То есть формула плюс что? Плюс прилагательное. Плюс прилагательное. Они дают ограничения. Поэтому верно грамматически? Только так. It's expensive. И по-другому быть не можем. В скором времени, друзья, мы также запланированно будем более подробно это разбирать. It's expensive. Вот именно дорого. Это когда ограничения. А так, конечно, видите, дорогой expensive. Expensive. Это тоже, видите, очень важно. Так что, друзья, спасибо вам за ваши комментарии. Вот чтобы еще раз вы поняли, что здесь важно знать вот эти ограничения. А так? Вот тоже самое. Ведь это интересно. Ведь интересный, друзья мои, просто очень важный момент. Это interesting. Это прилагательное. Interesting. Interesting. Это интересный. Interesting. И мы говорим, это интересно. It's interesting. Такая связка. Будем скоро разбирать. It's interesting. Почему? Потому что ограничение за форму to be. Но, к примеру, он объясняет это очень интересно. Он объясняет. He explains. Это. It. Очень. Very. Интересно. Будет. Не interesting. А наречие. Interestingly. Interestingly. Да, вот и пока не забыл. Сейчас пришла в голову мысль как раз. Вот я начинал с этой молитвы. Всем известной молитвы. Где слова, видите, есть. Да будет воля твоя. Молитва очень важна. Да будет воля твоя. И действительно я просил именно, чтобы не как я хочу, потому что я хотел именно, знаете, по-мирски, для себя. Вот только для себя, не думая о других. Там эгоизм, равнодушие, себелюбие, самолюбие и прочее. И вот я действительно просил, чтобы волю Божию исполнить. И вот просил, друзья мои. И вот у меня потом раскрылись глаза. Как можно по-другому жить. А вот здесь, смотрите. He explains it very interestingly. Он объясняет это очень интересно. И грамматически верно так. Но, конечно, когда мы говорим это интересно, it's interesting, нам никогда в голову не придет, здесь добавят ли, никогда. Но, видите, это просто грамматическое такое ограничение. Об этом впереди. А конструкция it's, друзья мои, впереди. Но вы молодцы, что задаете вопросы. Это очень приятно, что вы такие дружники. Вы такие молодцы. Вы поражаете действительно своим титаническим уйсердием и гигантским трудолюбием. Вы молодцы. И следующий глагол в нашем списке – это глагол слушать. Будет listen. Сразу говорим с предлогом. Там кого-то, что-то. Это будет listen to. Listen to. Мы тренируем, видите, вопросительное предложение с do и does. С различными глаголами. Это очень важная практика. И вопрос. Ты слушаешь классическую музыку? Ты слушаешь? Do you listen? На автомате можно поставить to. Do you listen to? Классическую. А вот, видите, наш счетчик по словам растет. Классическое будет classical. Классическое. Видите, а. Классическое. 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 Получается, to. Классическое. Очень полезное слово. Классическое. Музыка. Музык. Do you listen to classical music? Оно полезное также тем, что, видите, звук «э» тренируется. А. Классическое. Классическое. Do you listen to classical music? Listen to. Do you listen to classical music? Далее вопрос посложнее. Смотрите, вот нужно перевести. Ты иногда слушаешь классическую музыку? Ты иногда. Как это спросить? Смотрите, как задать вопросы, когда есть какие-то наречия. Мы с вами говорили, некоторые наречия здесь добавили. Смотрите. Do или does, плюс подлежащее. Далее само вот это наречие, к примеру, often, там часто, usually. Соответственно, обычно, sometimes, иногда, really, там действительно или реально, плюс глагол. Очень часто вопросы на you, на ты, поэтому do you, там often, usually, sometimes, really, плюс глагол. Вот формула. Дословная формула. Получается, ты иногда слушаешь классическую музыку? Ты, по формуле, получается, do you, иногда, sometimes, do you sometimes, слушаешь, на автомате с предлогом listen to, классическую, classical, музыку, music. Do you sometimes listen to classical music? Do you sometimes listen to classical music? Да, друзья мои, еще раз хочу вас поблагодарить за ваше усердие, за ваше трудолюбие и, действительно, за ваши титанические усилия и, также, за ваши комментарии, объяснения. Вы отлично дополняете, отвечаете на вопросы в комментариях и, действительно, кладусь в мудрости и знаний. Вы молодцы, вы супер, друзья мои. Повторим. Listen to. Do you listen to classical music? То есть, do или does, плюс подлежащее, там, далее often, usually, sometimes, really, плюс глагол. Do you often, usually, sometimes, really, плюс глагол. Именно такой парадокс слов. Но, в принципе, что касается sometimes, можно поставить в конце. А вот это именно, видите, often, usually, really, ставится в середине. Такое дополнение. Вот формула. Получается, do you sometimes listen to classical music? Да, можно сказать по-другому, sometimes, там ты слушаешь классическую музыку иногда. Это будет, do you listen to classical music sometimes? Такое грамматически возможно. Что касается других слов, видите, often, usually, really, то это в середине. Здесь, по-мочине в середине, как вот дословно, здесь тоже переводим. Ты иногда слушаешь эту музыку? Видите, так же дословно здесь получается ты. Do you иногда, sometimes, слушаешь. Listen, эту музыку. На автомате listen to, это this, музыку, music. Do you sometimes listen to this music? У тебя есть какие-либо идеи по поводу этого? У тебя есть. То есть, ты имеешь. Итак, глагол иметь. Это глагол have. Have. Ты имеешь. Получается, do you have. Какие-либо any. Идея. Ideas. По поводу этого. Как сказать по поводу этого? Мы просто говорим, видите, на английском об этом. Да, видите, по-русски можно сказать об этом. Или по поводу этого. По-английски просто об этом. Мы говорим about. Просто переводим about. Об. About этого it. About it. Do you have any ideas about it? Do you have any ideas about it? Также уже говорилось, если вы внимательно смотрели все серии, то об этом носитель языка иногда заменяет it на that. About that. То есть, в основном, о том, такое может встретиться разговорная речь, тоже имеет место. About that. Но it очень часто встречается. Мы по умолчанию используем it. Но имею в виду, что that тоже встречается. That и this могут встретиться тоже. Do you have any ideas about it? Далее. У вас есть работа? У вас, или опять же, мы по умолчанию на ты. Там, у тебя есть работа? То есть, ты имеешь работу? Ты имеешь. Это do you have работа? Вот смотрите, здесь устойчивое выражение. Когда мы говорим, у меня есть работа, у кого-то есть работа, спрашиваем, нужно использовать именно вот это выражение. Have a job. Job – это работа. То есть, работа больше как профессия. Работа – это устойчивое выражение. Поэтому в этом контексте, там, у меня есть работа, там, у него есть работа, мы используем именно слово job – работа. Это нужно запомнить. Job. Job. И не оглашаем, не job, не job, а job. 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 Работа. Там, у меня есть работа. Это будет I have a job. I have a job. I have a job. То есть, нужно говорить именно так. I have a job. I have a job. I have a job. И вопрос здесь получается. Do you have работа? A job. Do you have a job? Do you have a job? Do you sometimes listen to this music? Have. Do you have any ideas about it? Have a job. Do you have a job? Do you have a job? У него есть работа. У него, то есть, он имеет. Он, does he, имеет, have, работа, a job. Does he have a job? Does he have a job? У нее есть работа. У нее, то есть, она имеет. Does she have работа? И опять же, используем именно вот это выражение. Have a job. Have a job. Получается, does she have a job? 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 Следующий глагол «пользоваться» – это use. Ты пользуешься этой услугой? Ты пользуешься… Do you use этой… This… Услугой? Service. Service. Service – это услуга. Смотрите, британский вариант произношения – это как service. Service. Американский – это service. 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 Ну, еще service. Видите, это услуга, и service также дословно можно перейти как service. И так, и так. Service. Service – это услуга, и service – это service. Service. В общем, service. Service. В общем, сейчас… Do you use this service? Do you use this service? Do you use this service? Ты часто пользуешься этой услугой? Ты часто… Ты часто… Ты… Do you… Часто… Often… Does she have a job? Does she have a job? Use… Do you use this service? Do you often use this service? Отлично. Он часто пользуется интернетом? Он часто пользуется интернетом? Он… Он… Выражение. Does she often use the internet? Следующий глагол – видеть. Видеть. See. See. Ты видишь вертолет? Ты видишь? Do you see… Вертолет? Вертолет будет… Helicopter. Helicopter. Вертолет. Helicopter. Helicopter. Ведь верхнее ударение – это основное ударение. Helicopter. Helicopter. Do you see a helicopter? Do you see a helicopter? Do you see a helicopter? Ты видишь вертолет сейчас? Ты видишь… Do you see… Вертолет… Helicopter. Do you see a helicopter? Сейчас. Now. Do you see a helicopter now? Do you see a helicopter now? Ты видишь самолет? Ты видишь… Do you see… Самолет? Значит, в умолчании используем краткую форму. Как часто говорят, это просто plane. Plane. Самолет. Plane. И, конечно, видите, ставим артикль. Помните, конструкция see – что-то, именно неправильный артикль. Общая конструкция. Do you see… A plane. Обязательно артикль. Do you see a plane? Ты видишь самолет? Do you see a plane? Do you see a plane? Ты видишь самолет сейчас? Ты видишь? Do you see самолет, a plane? Сейчас, now. Do you see a plane now? Do you see a plane now? Does he often use the internet? Do you see a helicopter? Do you see a helicopter, now? Do you see a plane? Do you see a plane now? Следующий глагол – тренироваться. Тренироваться будет train. Train. Он тренируется очень интенсивно. Он тренируется. Does he train? Does he train? Очень интенсивно. Очень very. Интенсивно. Intensily. Does he train very intensely? Does he train very intensely? Ты тренируешься почти каждый день. Ты тренируешься. Он тренируется почти каждый день. Он. Does he тренируется? Train. Почти. Almost. Almost. Каждый день. Every day. Every day. Does he train almost every day? Does he train almost every day? Далее глагол делать. Например, ошибки. Делать ошибки – это устойчивое выражение с make. Ведь make – это делать и создавать что-то заново, что-то новое. Make. И выражение сделать ошибку – это make a mistake. Make a mistake. А сделать ошибки – make mistakes. Make mistakes. Ты иногда делаешь ошибки. Ты. Do you. Иногда. Sometimes. Делаешь ошибки. Делаешь make ошибки. Mistakes. Do you sometimes make mistakes? Do you sometimes make mistakes? Train. Does he train very intensely? Do you train almost every day? Does he train almost every day? Make a mistake. Make mistakes. Do you sometimes make mistakes? Он иногда делает ошибки? Он. Does he. Иногда. Sometimes. Делает ошибки. Делает make. Именно make. It is mistakes. И ошибки. Mistakes. Does he sometimes make mistakes? Does he sometimes make mistakes? Отлично. Далее. Забывать. Забывать. Будет. Forget. Forget. Он часто забывает такие вещи. Он. Does he. Часто. Often. Забывает. Forget. Такие вещи. Такие. Such. Вещи. Things. Мы говорили, если эти после такие, такое, существительные, то именно such. Does he often forget such things? Does he often forget such things? Does he often forget such things? Он часто забывает это. Он. Does he часто often забывает? Forget. Это it. Does he often forget it? Does he often forget it? Далее. Перевести. Например, какой-то текст, предложение. Перевести. Translate. 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 Тебе нужно перевести это. Тебе нужно. Тебе. Do you. Нужно. Need. Перевести. Видите, второй глагол. Need to плюс глагол. Поэтому need to. Перевести. Translate. Это it. Do you need to translate it? Do you need to translate it? Тебе нужно перевести этот текст. Тебе нужно перевести это текст, this text. Do you need to translate this text? Do you need to translate this text? Does he sometimes make mistakes? Forget. Does he often forget such things? Does he often forget it? Translate. Do you need to translate it? Do you need to translate this text? Следующий глагол делать. Значит, по умолчанию глагол делать мы используем глагол do. Делать, выполнять что-то. Что ты обычно делаешь вечером? Что? What? Ты обычно. Ты. Do you? Обычно. Usually. Делаешь. До вечером. In the evening. In the evening. What? Do you usually. Do in the evening. What do you usually. Do in the evening. Это источная фраза. In the evening. Что ты обычно делаешь по вечерам? Вот что здесь изменится? What do you usually do? По вечерам. In the evenings. In the evenings. What do you usually do in the evenings? What do you usually do in the evenings? Отлично. Далее заказать. Заказать будет order. Order. Order заказ и order заказывать. Где ты хочешь заказать? Это новая модель. Где? Where ты хочешь? Do you want заказать? To order эту? This. Новую. New. И модель. Model. Where do you want to order this new model? Следующий глагол. Рекомендовать. Рекомендовать будет recommend. Обращаем внимание на прописание двойной M. Recommend. Recommend. Что ты рекомендуешь? Что? What? Что он рекомендует? Что? What? Он. Does he рекомендует? Recommend. Не оглушаем, видите, не does, а does, the. What does he recommend? What does he recommend? Do. What do you usually do in the evening? What do you usually do in the innings? Order. Where do you want to order this new model? Recommend. What do you recommend? What does he recommend? Следующий глагол. Посмотреть. Видите, посмотреть на что-то. Посмотреть на что-то. Именно look at. Смотрите, смотреть какой-то фильм, видео – это watch. А именно посмотреть на. И даже выглядеть – это look. То есть look – это выглядеть. А look at – это посмотреть на. Посмотреть на. Очень важный глагол. Look at. Что-то кого-то. То есть посмотреть на что-то на кого-то. К примеру, ты хочешь посмотреть на это. Ты хочешь. Do you want посмотреть? To look на это. Видите, на – есть именно at. To look at. It – это it. Это нужно запомнить. Видите, look at. Do you want to look at it? Do you want to look at it? Видите, это краткое у. По-моему, как book – look. Видите, так же. Похоже пишется. Видите, book – look – это краткое у. Book – look. Book – look. Отлично. Do you want to look at it? Ты хочешь посмотреть на эту презентацию? Ты хочешь. Do you want посмотреть? To look at it? Это – это – это. И презентация будет презентацией. 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 Do you want to look at this? Презентация. Презентацией. Do you want to look at this? Do you want to look at this? Презентацией. Ты хочешь посмотреть на ту презентацию? Что здесь тогда изменится? Do you want to look at? To – это будет that. И презентация – презентацией. Do you want to look at that? Презентацией. Do you want to look at that? Презентацией. Отлично. Следующий глагол – соглашаться. Соглашаться будет agree. Agree. Ты согласен со мной? Ты согласен? Do you agree со мной with me? Do you agree with me? Do you agree with me? Look at – посмотреть на что-то, кого-то. И вновить at. Look at. Do you want to look at it? Do you want to look at this presentation? Do you want to look at that presentation? Agree. Do you agree with me? Do you agree with me? Ты согласен с этим? Ты согласен? Он согласен с этим? Он. Согласен? Does he согласен? Согласен? Agree с этим with it? Does he agree with it? Does he agree with it? Ты хочешь быть богатым? Ты хочешь? Ты хочешь быть богатым? Ричь. Do you want to be rich? Do you want to be rich? Видите? Быть – это be. Be. Do you want to be rich? Do you want to be rich? Далее. Платить. Pay. Pay. Сколько ты платишь за это? Сколько? Сколько – это словно как много. Это вопросительная конструкция. How much? Вначале ставится. Далее. Ты платишь. Do you pay? За это. Платить за – это pay for – это it. Pay for it. How much do you pay for it? How much do you pay for it? Сколько ты платишь за свое образование? По аналоге спросим, сколько. How much ты платишь? Do you pay? За. For. Своё, то есть твоё. Your. И образование. Вспоминаю слово образование. Education. Education. Мы говорили, что, видите, произносит носитель язык как дже. Как дже. Education. 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 How much do you pay for your education? How much do you pay for your education? How much do you pay for your education? Do you agree with it? Does he agree with it? B. Do you want to be rich? Pay. How much do you pay for it? How much do you pay for your education? Education. Следующий глагол писать. Это глагол write. Write. Ты часто пишешь это? Ты часто. Do you often. Пишешь это? Write it. Do you often write it? Do you often write it? Do you often write it? Ты хочешь купить дом? Ты хочешь. Do you want. Купить. To buy. Дом. Обязательно, видите, ставится артикль. И здесь в помолчании ставится обычно неправильный артикль. To buy. Дом. A house. То есть вообще какой-то дом. Do you want. To buy a house? Do you want. To buy a house? По аналогии спросим. Он хочет купить машину? Тоже конструкция buy. И далее неправильный артикль. Он хочет. Does he want. Купить. To buy. Машину. A car. Does he want. To buy a car? Does he want. To buy a car? Write. Do you often write it? Do you want. To buy a house? Does he want. To buy a car? И далее важная конструкция. Там лучший. Это the best. Плюс существительное. К примеру. Ты хочешь купить лучшие билеты? Ты хочешь. Do you want. Купить. Купить. To buy. Лучшие. Видите. Хороший будет. Good. Лучшие. Better. Better. А лучший. То есть лучший. То есть самый-самый лучший. Это будет the best. Именно the. Из-за превосходной степени. Именно the. The. Ведь тебе нужно будет the best. Do you want to buy? Потом будет the best. И билеты будут tickets. Tickets. Do you want. to buy the best tickets? Do you want to buy the best tickets? Ты хочешь купить лучшую модель? Что здесь вот изменится? Ты хочешь купить. Do you want to buy? Лучше. Именно ведь the best. И модель будет model. Model. Именно the best. The best что-то. Неважно. Единственное число множеное. The best. Do you want to buy the best model? Так. Good. Better. The best. The best плюс существительное. Do you want to buy the best tickets? Do you want to buy the best model? Друзья мои, отлично. Вот такая интенсивная практика. Это очень важная тема. Поэтому, все равно вы молодцы. Вперед, друзья мои. И только вперед. Тит. Попробуй. Продолжение следует...